то что вы давным давно уже у меня просили друзья hi-fi аудиоплеер компании кейн на этот раз младшая версия n3 мастер quality digital аудиоплеер мастер качества цифровой аудиоплеер подпись high-res аудио на левой части есть всякие варнинги то есть чего делать нельзя на правой части есть официальный веб-сайт и надпись пожалуйста посетите вот этот веб-сайт для обновления программного обеспечения на этот раз у меня черный цвет что есть из характеристик модель n3 весит 100 грамм цап а к 4490 ну наверно такой же цап как у xdo x10 поддержка dsd 6428 и даже 256 напомню мой фиу x5 первого поколения поддерживает максимум dsd 64 это конвертирует письме поддержка flag wave карточки памяти до 256 гигабайт spdiv out usb так digital in out то есть можно использовать данный плеер как транспорт и разъем usb type-c также есть поддержка bluetooth четвертой версии чем это круто но для спорта можно использовать с беспроводными наушниками очень удобно что имеем в комплектации открываем все не так уж просто открывается на принципе открывается кабель usb на usb type-c ну достаточно простой кабель однако брендированный очень сильно напоминает вот этой штучкой кабель от гигасет ми ну очень очень похож ничего не могу сказать хороший кабель был гигасет и если даже точно такой же только брендированный то просто замечательно если видите вот почему-то находится отдельно она должна быть заделана на кабель то есть кто-нибудь вот сюда не знаю должно ли так быть неважно это все чехольчик чехольчик очень похож на подобные силиконовые чехлы от компании фио сзади есть не гравировка кейн кнопочки вот так вот выделяются и снизу прорезь такой простейший чехол для чего нужен друзья я такие чехлы использую например когда еду куда-то на природу и хочется взять с собой плеер ну опасненько его брать без чехла поэтому я его в такие штуки засовываю обычно использую без силикона мне неприятно силиконе использовать дорогую вещь принципе очень качественно приятно сделаны гаджеты и хочется пользоваться ими как есть в комплекте одна пленочка на переднюю часть скорее всего наклейки для фанатов и раз аудио но как таковая сертификация хирос аудио если вы смотрели мои другие обзоры ничего особенного не дает принципе проходит даже китайцы не знаю даже насколько это нужно ну красиво конечно переливается можно на плеер поклеить инструкция достаточно большая на английском и китайском языке в полном обзоре мы рассмотрим напомним у нас сейчас анбоксинг распаковка где мы все смотрим наслаждаемся так сказать круто знаете выглядит он очень даже не чёток сзади текстурирована под кожу достаточно небольшой сравним со спичным коробком ну достаточно маленький плеер написано что заряжается он 5 вольт 2 ампером и сделан в китае металлическая окантовка снизу у нас выход под наушники и линейный выход usb type-c ух ты слот под карту памяти уже с картой памяти похоже так что же нам тут положили она положили заглушку блин я уже понадеялся что карта памяти всунули нет заглушка обычно жаль так кнопочки три кнопки play пауза посредине перемотка вперед-назад ну смотрите хотя player новый но почему-то вот он выглядит не очень как новый но есть пленочка заводская и она снимается и под ней уже должно быть все хорошо он другая пленка все по-честному все снимаем все распаковываем чтобы оценить как это работает здесь одна пленочка уже наклеена с другой стороны у нас кнопка включения и качель громкости вот это наверно кнопка сброса сверху ничего нет ну в руке лежит удобно здорово давайте его включим как он включается включать конечно не очень удобно вот так вот он включается кнопки сенсорные и средняя кнопка как у самсунга было бы еще здорово здесь был сканер отпечатка пальца очень революционно так английский наверное да и как до английский есть виброотклик ну сенсор друзья сенсорные кнопки любите вы их или нет я не очень люблю сенсорные кнопки но с другой стороны как бы использовать сенсорный экран примерно то же самое language английский темы тема тема б вообще непонятно перебираем темы сразу не могу точно сказать какая с тем интересней надо сначала выбрать и тогда уже что-то узнаешь и избе мод это юсб так яркость давайте побольше ну достаточно яркий даже чуть поменьше надо сделать фолдеры прейшен операции с папками до включить я очень люблю и дл и и шо даун да пусть будет время 10 минут нет давайте отключим пока значит так с липаж и даун тайм 10 минут ну все все что необходимо все имеется давайте а плеере посмотрим модель n3 firmware version то есть версия прошивки 10 так где нас а вот назад сброс систем апгрейт ну наверное обновление происходит скидом на карту памяти нажимаем систему апгрейта и все происходит по крайней мере это было плагично bluetooth music settings gain settings это можно переключать gain низкий средний высокий даже три штуки но это здорово обычно только низкий высокий среднего не бывает dsd gain есть плюс 6 децибел по умолчанию можно даже выставлять эквалайзер очень сильно похож на эквалайзер от компании фил ну ладно digital фильтр а вот это вот круто вот с этим я поиграюсь много разных фильтров блин это здорово это будет наверно посвящен отдельный пункт обзора именно разбору цифровых фильтров потому что я свое время обещал что это будет значит надо будет сделать ход под селекшен так но это выход на наушники спидив breakpoint резюме ну давайте геплис и не используем макс волюм 100 сетап старта волюм старта баланс лирика зачем она нужна не нужна альбом арта включен но очень здорово что здесь многие функции можно настраивать так плейнг музыкали брэри тфкар тот и джи есть поддержка знаете что темы как то вот прям вообще не отличаются давайте посмотрим какие языки есть китайские китайские французские немецкие русские есть его ужасный русский язык посмотрите роста но лучше английский верните назад английский да почему русский язык делают таким страшным не очень понятно так давайте другие темы тема b а тема c вот основной вопрос чем вообще отличаются темы в принципе по моему они идентичны такой плеерок друзья если есть какие-то вопросы задавайте принципе мне он понравился аптекс есть поддержка сразу видно ну в полном обзоре расскажу о звуке так вот интересны стоит он наверное около 200 долларов на текущий момент ссылочку и конечно же положу в описании где его можно посмотреть купить с гарантией даже так что смотрите прям под этим видео ну и ждите полного обзора в котором мы его рассмотрим подробно все менюшки поставлю карту памяти послушаю подробно звуки и фильтрах и а всех фишка данного аудиоплеера на этом друзья всем спасибо подписывайся на канал лайки смотрите другие мои видео заглядывайте в описании к данному видео оставляйте свои комментарии всем спасибо всем пока